До 5000 рублей могут быть оштрафованы соседи, любящие допоздна, на всю громкость, слушать музыку или в выходной, ни свет ни заря, начинать шумный ремонт. Кем инициированы эти санкции, насколько они действенны, а главное, поддерживают ли их граждане, выясняла наш корреспондент на улицах Твери. В Госдуму для обсуждения направлен законопроект, подразумевающий введение штрафов за нарушение закона о тишине. И сегодня мы решили спросить у тверичан их мнение по этому поводу. У вас есть шумные соседи? Ну, бывают иногда, да. Были праздники новогодние, мешали вам соседи? Да, были праздники. Мне повезло, я живу на верхнем этаже, поэтому соседей не было слышно. Но ранее у меня были проблемы с соседями в другом месте. Имеет ли смысл данный законопроект и можно ли наказать нарушителя рублем? Ну, теоретически можно, практически, я думаю, вряд ли. Если будут слишком сильно докучать, я бы все-таки сам самостоятельно все решил. То есть, все-таки наказание рублем? Вы считаете актуальным? Ну да, но мне кажется, для слишком шумных соседей можно их оштрафовать. Нужно исходить, скорее всего, наверное, из индивидуальных возможностей каждого человека и относиться или подходить к каждому из нарушителей, ну, индивидуально, я это имел в виду. Расходы у каждого свои по-разному бывают. Шумят, строят и все прочее. Мы не сами с этим сталкиваемся, потому что выходные дни не дают детям поспать, поэтому мы, в общем-то, на себе это испытали. Я считаю, что штраф должен быть не менее 5000 рублей. С первого раза? Или повторно будет как-то увеличиваться? Может быть, первый раз стоит ограничиться предупреждением, а второй раз уже штрафовать. Все-таки 5000 – это немалая сумма. Карать, наверное, не самое лучшее. Нужно работать, общаться, уговаривать, договариваться. То есть, методом договоров думаете, что можно будет прийти к миру? Думаю, да. Документ подготовлен новоизбранными депутатами Комитета Госдумы по труду и социальной политики, которые направили его в правительство России. Документом предполагается дополнить главу 20 административного кодекса новой статьей об ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Сейчас есть ответственность за нарушение тишины и покоя граждан только ночью с 23 до 7 утра. За это положен штраф до 1000 рублей для физических лиц. При этом регион может установить свое время тишины. В Тверской области это с 23.00 до 7 утра в будни и с 23 до 10 – выходные и нерабочие праздничные дни. Например, сверлить бетонные стены перфоратором и шумно делать ремонт в многоквартирном доме разрешается с 9 до 13. И с 15 до 21 часа в будние дни. С 10 до 13 и с 15 до 19 часов – выходные и праздничные. Исключения составляют дома, сданные в эксплуатацию менее чем полтора года назад. В них шумный ремонт допускается по общему графику соблюдения тишины. Новые правила вызвали неоднозначную реакцию общества. Пока же, если ремонт у соседей или шумные посиделки носят систематический характер и затягиваются допоздна, то стоит вызвать участкового. Обратиться в полицию можно и в случае, если источник шума находится в подъезде или во дворе. Однако представители Комитета Госдумы по труду и социальной политике считают, что все больше должностных лиц и граждан, нарушающих тишину и покой, в ночное время уходят от ответственности, а виновные не подвергаются справедливым санкциям и продолжают нарушать права граждан. А потому депутаты предлагают значительно увеличить эти штрафы. Для граждан от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 20 тысяч, для юрлиц от 50 до 100 тысяч рублей. Мы продолжим следить за развитием депутатской инициативы и знакомить вас с этапами ее доработки и принятия народными избранниками.